Официальная статистика утверждает, главная причина большинства ДТП – нарушение правил дорожного движения на пешеходных переходах. Если немного вспомнить, что говорят те самые правила, то здесь все просто и однозначно. Если на дороге всего две полосы, водитель обязан остановиться перед переходом, как только пешеход ступил на зебру. После того, как он закончил переходить полосу движения авто, водитель может продолжать движение. Тут и начинается самое интересное. Все знают, как нужно, но иногда в спешке пренебрегают азами дорожного движения и делают это сознательно. За 9 месяцев 2019 года на территории города было зарегистрировано 21 дорожное транспортное происшествие с участием пешеходов. 8 из них было из-за нарушения проезда пешеходных переходов. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками ГАИ выехала на оживленный перекресток Пролетарской и Октябрьской. Здесь нет светофора, но есть пешеходный переход. Так вот, за час работы было выявлено три нарушителя. Это с учетом того, что на составление протокола уходит минимум 15 минут. И все с одной проблемой не уступили дорогу пешеходу. Кто-то не заметил человека, кто-то спешил, а кто-то не изъявил желания объясняться. Были и те, кому в этот день не повезло от слова совсем. Помимо штрафа за непропуск, были и взыскания за отсутствие госномеров и непристегнутый ремень. В общей сложности больше 200 рублей. Кажется, не было, а там машина закрыла пешеходов, мне показали по камере, а я за машиной не заметил и проехал. Но обвинять во всех грехах исключительно водителей было бы неправильно. Ведь пешеход пешеходу рознь. Здесь все зависит от человека. Тут люди также спешат, опаздывают и забывают иногда, что дорогу в неположенном месте переходить нельзя. Особенно яро такое желание проявляется, когда перед вами автобус, который вот-вот тронется с места, а вы застряли на светофоре. И если поблизости нет машин и тем более ДПС, то перебежать, пока никто не видит, очень даже можно. Этот пешеходный переход часто, очень часто люди бегут на красный свет. Несмотря, стоит автобус, все, целая толпа и взрослые, и дети. Перекресток Дзержинского и Пушкина всегда был, есть и будет непростым. Тут находится светофор, но не все готовы жертвовать своим временем, когда на конечной стоит общественный транспорт. Опоздав, можно прождать следующего минимум полчаса. Вы когда-нибудь нарушали правила дорожного движения, как пешеход? Нарушал. Почему? Ну, когда торопился. Вы когда-нибудь нарушали правила дорожного движения? Вот уже нарушил этим. А почему? Ну, вот думала, сражу угол. Стараюсь не нарушать, потому что я сама учусь на права будущей водителем, и поэтому не стараюсь не нарушать и не советую другим людям это делать. Пешеходам не стоит забывать. Особенно опасно пересекать проезжую часть дороги в темное время суток, поскольку вы видите машину с включенными фарами, а водитель может вас не заметить. При этом темная одежда поглощает свет. Чтобы улучшить видимость, пешеходу необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Кристина Риенс, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.